Прошло больше полувека с момента запуска проекта Вестфорд, но до сих пор идут дискуссии, что это было. Итак, еще в 60-х годах прошлого века спутники связи были все еще экзотикой и считались ненадежными, а связь между новым и старым светом поддерживалась в основном через трансантлантические кабели связи. Воины сильно и не без оснований опасались, что специально обученные прапорщики противника перегрызут эти самые кабели в самый неподходящий момент. Так в секретных лабораториях и родился проект Вестфорд. Дело в том, что тогда основным средством связи у военных с отдаленными объектами были радиоволны, отражающиеся от ионосферы Земли. Чтобы данный тип связи был надежен, планировали создать вокруг Земли искусственную ионосферу. Прошло немного времени и на орбиту были выведены три спутника. На их борту всего находилось 480 миллионов медных иголок, не более 2 сантиметров в длину, а общий вес составил 20 килограмм. Каждая иголка являлась дополнительной антенной, принимающей сигнал Земли для передачи соседним антеннам, что в целом усиливало сигнал. Своего рода альтернатива спутниковой группировки. Первый старт состоялся в октябре 1961 году, последний в 1963. Всего прошло 4 старта. На высоте почти 4000 километров было создано торообразное облако вокруг планеты толщиной около 30 километров. Успешный радиосеанс прошел уже спустя 4 дня после размещения иголок в околоземном пространстве, связали Калифорнию и Массачусетс. Но длилось это всего несколько дней, и довольно быстро кольцо распалось, сигнал был потерян. Так в 70-х годах большая часть иголок вошла не только в историю, но и в атмосферу в виде космического мусора, и не сгорев из-за своих размеров, благополучно вернулась на землю. Иголки даже предполагалось искать и изучать, но расчеты показали, что плотность их в арктических снегах составляет 5 штук на квадратный километр. На поиски иголок в сугробах снега волонтеров не нашлось. Проект Westford в 1963 году был закрыт. Согласно расчетам, медным иголкам понадобилось около 10 лет, чтобы вернуться на Землю. Но некоторая их часть так и осталась летать на орбите до сих пор. Напоминая нам о очень любопытном проекте Westford. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова